Новый закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но ни до, ни после этой даты идти никуда не нужно. Большинство льготополучателей даже не заметит изменений. Вместо ежемесячной выплаты на оплату услуг ЖКХ, их расходы компенсируют. Причем государство увеличивает траты на эти цели. В областном бюджете на следующий год заложено на 600 миллионов рублей больше, чем в 2016-м. Большинство людей, которые имеют право на получение мер социальной поддержки с 1 января, практически не почувствуют никаких изменений. Они как получали эти выплаты, так и будут получать. Другой вопрос, что у некоторых из них размер выплаты будет пересмотрен. Потому что это совершенно закономерно, так как раньше была усредненная выплата, а теперь она будет очень точной в соответствии с законом. В итоге, какая компенсация будет начислена, зависит от конкретных платежей граждан. Таково требование федерального закона. На областном уровне эту норму лишь привели в соответствие. Причем не нужно собирать дополнительные справки или нести квитанции в управлении соцзащиты. Все будет проведено автоматически. А вот что касается регионального уровня, вводятся дополнительные меры поддержки. В частности, компенсации взносов за капитальный ремонт для ветеранов труда. Изменения коснутся и многодетных семей. На региональном уровне нам удалось увеличить процент компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Процент возмещения компенсации многодетным семьям. Если по прежнему закону этот процент составлял 30 от регионального стандарта, то со следующего года многодетные семьи получают право на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%. Информацию о том, сколько льготник заплатил за коммунальные услуги, будут сообщать в управлении соцзащиты коммунальные конторы. В Самарской области работают почти полторы тысячи таких компаний. С большинством из них уже подписаны соглашения. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры создавал DimaTorzok